У меня нет четких критерий насчет произведения искусства. Это тоже вопрос, на который я хочу себе ответить уже достаточно давно, и мне кажется, что произведением искусства в итоге может быть практически все, что угодно. Все, во что вложена какая-то мысль или посыл. У меня есть проект собачьей стаи, который начался много лет назад в Киргизии. Это была реакция просто на столкновение культур европейской и азиатской, где европейская собака является твоим другом и компаньоном, а в азиатской она является просто едой, что для меня было очень болезненно, потому что всю жизнь со мной был такой друг, и тут я понимаю, что его могут просто съесть. В реакции на это появилась работа, которая выглядела как цветные собаки, которые просто выставлялись на улице. Это была собачья стая бродячих собак именно. То есть я искала их в городе, фотографировала, потом рисовала их портреты. Со временем этот проект немного трансформировался, при этом он показывался на разных поверхностях. Мы делали его на заборе, мы возили его в другие города, он выставлялся в больших галереях и в других странах. Каждый раз я рисовала разных собак. То есть это был проект, привязанный непосредственно к месту. Я находила дворовых бродячих собак в городе, рисовала их портреты и выставляла. Все было здорово, пока я не начала работать с зеркальной темой. Мне очень нравится история отражения и как люди реагируют на свое отражение. Работа захватывает человека гораздо сильнее, если он видит себя в ней. И так появилась идея сделать зеркальных собак, ту же самую зеркальную стаю и поставить в городе. И это был очень интересный опыт, потому что из 27 собак украли, из 26 собак украли 15 собак. За месяц, которые они были выставлены, осталось у нас только 11 собак. Причем история о том, то есть в интернете появлялись фотографии людей, как они уносят этих собак. В СМИ появилась какая-то информация о том, что ребята, пожалуйста, не уносите собак. Но особенность проекта заключалась в том, что это дворовые собаки. И люди уносили с собой, себе дворовых собак, то есть видя в них свое отражение.